Ты куда пошел? Ты куда? Ты что курил тут? А? Вызывай райотдел. Сейчас протокольчик на него. Смотрите, где он курил. Вот он дым даже идет. Вот его сигарет. Видите? Добрый день. Снова. Опять. А где ваш сотрудничество? Сейчас покушаем. Вот это что курил тут в общественном месте. Женя, подойди, пожалуйста. Женя, а у тебя должна знать инструкция есть вообще? Женя, как же ж это ты так? Где инструкция? Рассказываешь про законы. А куришь в общественном месте. У нас это громадская зона, место для курения. Вот. Громадская зона, место для курения. Женечка, идем, пожалуйста. Пошли, покажешь мне, где написано, что там зона для курения. А? Женя. Идем. Пошли, покажешь. Тебе полковник научил читать? Вот мы сейчас пойдем туда и снимем, где там зона для курения. Ты опять выдумал? Так ты выдумщик или фантазер? Пошли. Да. Смотрим. Вин сказал, что тут зона для курения. Деемся. Где тут написано, что тут зона для курения? Нет. Вин сказал, что тут нету. Начнем с этой стороны. Он сам установил зону для курения. Вот видите. Нема тут нигде ничего. Прежде чем что-то говорить, ты должен понимать. Есть ли у тебя запас слов? Всегда есть. Так что ты тогда не отвечаешь на них? Ты читать вообще умеешь? На ваш бред, что вы несете отвечать? Я говорю, читать умеешь? Наше общение должно сводиться к тому же. Тогда тебе здесь делало нечего, если ты не понимаешь людей. Записывайтесь. Зачем записываться? Кто тебе дал право собирать информацию на людей? У нас наказ 361. Наказ? У вас наказ? Да? А закон, уголовный кодекс 182. Сбор информации до трех лет. Ты это знаешь? Ну сейчас, Антон. Так наказ? Ваша информация сбирается с лучинной целью. А куда ты ее собираешь? Куда ты собираешь эту информацию? А цей журнал прошитый. Вон никуда не попадает. Тогда зачем собирать информацию, если никуда не попадает? Можно так написано? Куда будет, где оно будет храниться? В архиве. Что это за архив? Где этот архив находится? Вам все расскажи прямо. Ну а как я должен знать, куда ты собираешь на меня информацию? И где ты ее будешь держать? Ты что, КГБшник? Вы можете показать паспорт. Зачем тебе показывать паспорт? Почему ты свой паспорт не показываешь? Не подтверждаешь... Если вы не хотите... Почему ты своим паспортом не подтверждаешь свое посвящение охранника? У меня есть паспорт. Покажи его паспорт. Паспорт я вам должен показывать. А ты что, Держслужбовый? Покажи документ статтей 8 о Держслужбе. Покажи мне то свидетельство, что ты имеешь право находиться на своей территории, своей охранной агентстве. Что это вам посвящение? Нет. Это не посвящение. Что такое посвящение? У тебя доверенность есть? Какая доверенность? Зачем? Вот, все. На что доверенность? На выполнение конкретно каких-то работ. У меня есть службовая инструкция. Инструкция твоя службовая. Должностная или я коробитника? Должностная. Так ты должностное лицо? Ну, у нас... Посадовая особа ты получишь? Я юридическая особа. А? Юридическая особа. Ты юридическая, ты в реєстре внесенный? Я в декларации заповедил каждый день. То декларация. То ты декларацию выполняешь как специалист, праведный. Праведный специалист. Как держслужбовый. А я тоже держслужбовый? Не знаю. Ну, если у вас справка с ПНД, мы же вашего не бачили. Если у вас справка с ПНД, то гадали у вас социальные услуги. Справка с ПНД, вы же сами говорите. Гадайте, говорю. А вот только что. Значит, ты помнишь все. Да? Значит, ты прикидывался все это время. Да? Что нет? Так ты фигура тут, фигура там. Проблемы ты себе создал. Понял? Какой я уже пережил. Слушай, что ты мог пережить? Сколько тебе год? Много. Сколько? Много. Сколько тебе год? Достаточно. У меня зубы, знаешь, когда начали слипаться? Два года назад. А у тебя час их нема. И что ты мог пережить? А на высоту ты сержишься и за то, чтобы голову не мить. Понял? Правильно? Ну а что? Конечно. Что, зажал на шампунь, на сигареты деньги выделяешь. Ты мне скажи, а нахера ты куришь тут? Вообще все на муне. Ваше дело какое-то. Вызывайте полицию, составляйте протокол, что я здесь курю. У нас здесь громадсказованная тайма кура. Где нам можно курить? У нас это в наказе. Нашему внутреннему. В наказе? Да. Так зачем ты куришь? Это печка. А? Какой миш? Это печка. Что печка? Ну, вы же говорите, зачем? Ну, вы же говорите, зачем ты куришь? Скажи. А вы. Что вы? Ну, а вы. Я тебя спрашиваю. Так я у вас. Здравствуйте, Украина, город Крыговый Рог. Видели? Как охранники курят? Так вот я обращаюсь к руководству в Днепропетровск. Вы мне скажите, нахер оно мне надо, когда я захожу в помещение суда, и какое-то быдло, какое-то, на меня дышит вот этим, блядь, перегаром. То на похмелье ему, то на похмелье ему, то в него вин обкурился какой-то гадостью, блядь, дышать. Что-то я должен дышать от его, от этого, зачем оно мне надо? Вы шо? Вот этот вот ваш Мартинюк Евгений Геннадьевич, 20 липня 1990 года. Хочешь курить, хочешь бухать, блядь, сиди дома. Почему я должен страдать из-за кого-то, блядь? Винюхивать вот эту всю гадость, блядь. То он, блядь, не мыется, блядь. То он накурится, то еще этот самый, блядь. Это ж по судам вот такое, это ж не только тут. Это поголовно, блядь. Смотришь, вон это шмалится, человек заходит и на него, хейди давай, хейди давай, хейди давай, хейди давай. Это что такое, блядь, а? Вы селюки, блядь. Бедло-то. Прекращайте, блядь. Вы шо, туда адекватных не можете поставить? Вы ж им такие, блядь, зарплаты платите, охеренные, блядь. Убирайте их нахер оттуда, ставьте нормальных людей. И не будет у вас ни скандалов, ничего, блядь. Смотрите дальше, как два адвоката, им это нравится, чтоб их шмонали, блядь. И в трусы залазили. Смотрите продолжение. Для улучшения Вашей видимости на ютуб канале Принимаем помощь Хоть маленькую копейку Реквизит в описании под видео